Я бы сказала так, что в среднем, понимаете, среднестатистического олигарха нет. Каждый олигарх, их мало. Каждый олигарх или каждый крупный бизнесмен, они не сложились со словами, потому что это штучный товар. Не может быть у вас впечатление от олигархов, как у вас не может быть там впечатление от картин. Олигархи не сложились со словами, они штучные товары. В этом смысле люди вокруг путина это вот как раз сословия они все одинаковые по ряду параметров вот у меня тут только что был комичная история лужков как известно запретил эвакуатор в москве только что я не вчера в своей программе высказал предположение что фразеология господина лужкова позволяла предположить что это случилось из-за бабы что любовница какого-то московского чиновника с криком прибежала в словах в слезах своему хахалю со словами вот у меня только что новенький porsche угнали эти гады и ну хорошо угнали так хамить то зачем после фирмы не позволил мой приятель и говорит юля ты почти угадала но две поправки во-первых не porsche а мазерати во вторых это был не московский чиновник это был федеральный крупный чекист который позвонил лужку со словами ну что урод я сам это закрою или ты это сделаешь это очень важный момент да я не за эвакуатор не против эвакуаторов это очень важный момент что ради того чтобы покрасоваться перед своей женщиной просто извиняюсь на милочку просто почти проституткой крупный федеральный чекист может вот делать такие вещи в государстве они постоянно происходят уникальная ситуация нынешнего момента она связана с тем что вот при ельцине у нас были взятки при ельцине у нас была коррупция но у нас сейчас даже не коррупцию на сейчас что-то другое потому что коррупция это когда заводят уголовное дело дают взятку и дело прекращают когда заводят уголовное дело сейчас другая ситуация дело уголовное заводят взятку дают дело прекращают а через два месяца открывают снова со словами а мы еще хотим а сейчас коррупция это когда чиновника за взятку назначают на место так было при ельцине можно было получить за взятку какое-то место при этом надо было обладать еще рядом каких-то качеств там более-менее соответствовать должности там рядом с нею стоять и так далее сейчас а можно назначить кого угодно бы возьмут деньги с пятерых назначен 6 а пятерым объяснять что они виноваты существуют специальные приемы объяснения людям что они виноваты например человек приносит вот он 2 миллиона принес и анкету принес ему на следующий день выходит и говорят что ж ты сука нас подвел как что я сделал а вот вы понимаете вы в анкете написали если родственники за границей написали что бабушка была за границей так мы когда эту анкету принесли нас же самих чуть со света не сжили что ж ты сука нам сразу не сказал но его почистили мы бы все исправили а теперь ты сам виноват нет существует вот здесь это я вам рассказывать день прям существует десятки таких приемов да то есть это уже не называется коррупцией эта игра полностью без правил потому что мало того что не соблюдаются законы в этой стране привыкли что не соблюдается законы не соблюдается даже понятия нет никаких ограничений на кидок потому что если раз ты человека кинул ты второй раз него приходишь и кидаешь это уникальность